Мы входим в такой революционный невроз, опять же, по классике. Вопрос к вам, журналистам. Что вы собираетесь делать? Как вы видите свою роль? Как вы собираетесь? А я не знаю, я вот почему, собственно, решила о Парфенове говорить, этот человек, который меня привлечил к тому, что журналистика – это, безусловно, один из, ну, как бы, этой миссий. Потому что я училась на том, как он относил информацию. Я считаю, что журналист – это личность, это, в первую очередь, лидер общественного мнения. Я считаю, что любой журналист, будучи, там, я не знаю, будучи даже человеком, который работает в сельской газете, должен ощущать себя носительной позиции. И если сейчас русская журналистика системная не возьмет на себя эти функции, как и раньше, и не станет работать в формате традиционного русского журнализма в лицах, то тогда мы просто столкнемся с тем, что все перейдет в гражданское некое пространство, а оно уже не подконтрольно. И категорически невозможно выстроить, ну, как бы, точно знать, каким образом будет, и даже лицензировать и модерировать невозможно эту деятельность. А в условиях, когда ситуация нестабильна, модерация просто необходима, потому что люди очень податливые, люди находятся на какой-то волне. Я всегда считала, что митинговать, наверное, проще, чем работать, и поэтому многие считают, что им, как бы, вот этот самый, там, как бы, синдром того, что хочется что-то разрушить, и хочется что-то, как бы, какой-то выплес социальной энергии реализовать, это все очень-очень серьезно разрушает какие-то основы цивилизованности в человеке, какого-то социального существования. Ему становится все сложнее и сложнее чувствовать себя в системе. А быть антисистемным – это возможно только тогда, когда человек в высоком уровне развития находится. Поэтому, соответственно, я считаю, что журналисты системные, которые работают в официальных традиционных СМИ, должны просто возвращать себе, отвоевывать себе кусочек пространства шаг за шагом. Тот же самый антиостный журналист, фамилию которого я продолжаю, как бы, скрывать, сказал мне о том, что большинство нежгородских, говорю, вот три года не было в городе, он сказал, что большинство нежгородских журналистов вполне могли бы сейчас, и сейчас, а до этого не продаваться, допустим, Шанцеву, не продаваться мэрии. Они могли спокойно работать так, как и работали. Но это был механизм самоцензуры, который уничтожил не один прекрасный мозг, или просто его, там, циспиртомал. Такие варианты тоже были. Потому что выжить таких условий, честному журналисту, практически не могли. Именно поэтому я занимаюсь еще интернет-маркетингом, чтобы зарабатывать деньги где-то еще, кроме журналистики, сохранить вам влогисть и донеси. Эмилия, большое спасибо.